Серафима Седокова пришла на семинар «Шаг к бизнесу», чтобы узнать, возможно ли быстро и легко открыть свое дело в Самаре. Студентка планирует накормить вкусными пирогами и ватрушками всех горожан. Я с детства хотела открыть свою маленькую пекарню, потому что я помню, я вот в детстве ходила, и там было весь день не очень вкусно. Я такая, вот я вырасту, у меня будет самая вкусная пекарня, и там всегда будет свежая выпечка, и там семейные, ну, семьи будут туда ходить, радовать своих детей, и там будет только смех и счастье. Арина Акаева учится на врача, она потомственный медик, еще прадед служил в царской армии фельдшером. Арина после института будет хирургом, кроме этого она мечтает заняться бизнесом, продавать медицинское оборудование. Как открыть свое дело, пришла узнать в Самарский бизнес-инкубатор. Отработаю, некоторое время я познаю, какие могут быть нюансы, что лучше всего продавать, что требуется больше в больницах, и после чего начну уже пробовать открывать бизнес. Чтобы не заблудиться в бизнес-идеях, правильно рассчитать план реализации своего дела, получить бесплатные консультации у юриста и бухгалтера, в Самаре работает бизнес-инкубатор. Для начинающих предпринимателей здесь регулярно проходят форумы. Шаг к бизнесу рассчитан на студентов. Это уникальная возможность абсолютно бесплатно услышать спикеров, причем спикеров не теоретиков, а практиков своего дела. То есть здесь очень много теории и очень много практического материала, когда молодые предприниматели, начинавшие свое дело с нуля, делятся опытом, рассказывают своего рода историю успеха. Прошло то время, когда, чтобы открыть свое дело, нужно было уже на старте кредитоваться или брать в долг у друзей. Сейчас работают многоступенчатые государственные меры поддержки. Защитив бизнес-план, молодой предприниматель получает гранты от городской администрации, губернатора и президента. Рассчитывать можно на полмиллиона рублей. Но и работающих бизнесменов городская власть всячески поддерживает на плаву. Выдаем гранты на возмещение уплаченных процентов по кредитам. То есть это такой вид поддержки, который очень востребован, и грант невозвратный, поэтому бизнес он нравится. Возможно, в следующем году мы введем еще один вид финансовой поддержки. Сейчас как раз мы работаем в этом направлении, тесно взаимодействуем с бизнесом, запрашиваем у них информацию, чтобы им было интересно в настоящее время. Заинтересован в развитии малого и среднего бизнеса в регионе и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Региональный центр развития предпринимательства – постоянный участник форумов в городском бизнес-инкубаторе. Сегодня студентам рассказали, что в Самаре работает два центра «Мой бизнес». У нас в Самарской области созданы институты развития. В 2019 году, благодаря национальному проекту поддержки предпринимательства и предпринимательской инициативы, были созданы центры «Мой бизнес», которые объединили всю инфраструктуру, начиная от консультационных услуг, заканчивая финансовыми услугами. И все эти услуги абсолютно бесплатны. В прошлом году только в Самаре предпринимателями стало 250 человек, большинство – молодежь. В этом им помог проект «Шаг к бизнесу». Мы частые гости на подобных проектах, подобных форумах, взаимодействуем с «Мой бизнес», с «Бизнес-инкубатором». Многим ребятам мы помогаем составлять бизнес-планы и запускать их стартапы, конечно, при поддержке, благодаря даже, вернее сказать, таким проектам, таким форумам. У нас вот тут ребята пришли, у всех глаза горят, идей полно, а что делать – не знают. А какие есть программы поддержки – не знают, поэтому они здесь. Самарская молодежь готова зарабатывать в IT-индустрии, обрабатывающей промышленности и оборонном комплексе. Стоит отметить, что Самара входит в топ-20 городов России по реализации бизнес-идей среди молодежи. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok